С вами снова канал Видеоньюз и мы продолжаем выкладывать видео обо всем интересном вокруг нас. Продолжая тему полнолуний, сегодня мы посвятим наш небольшой выпуск как раз именно подобному астрономическому событию в сентябре. Сентябрьское полнолуние известно нам как урожайная луна, по-английски Harvest Moon. Наблюдать урожайную полную луну на нашем небосводе можно будет 20 сентября текущего 2021 года. При этом пик полнолуния припадет на 23 часа 55 минут по Гринвичу. В эту ночь луна достигнет относительно больших размеров, хотя и не самых больших, если сравнивать с другими полнолуниями. Специалисты отмечают, что в это время она будет иметь грязно-желтый или даже грязно-оранжевый слегка притемненный цвет. Название Harvest Moon, то есть урожайная луна, наиболее распространено в странах Европы и Северной Америки. И это неудивительно, поскольку сентябрь является временем сбора урожая в северном полушарии. На этот период приходится огромное количество народных праздников, связанных со сбором урожая на указанных территориях земли. Хотя кельты, как всегда, имели свои взгляды на полнолуние, называя сентябрьскую луну поющей луной. Жители британских островов – ячменной, а итальянцы – винной. Что же касается коренных племен и народов Северной Америки, то тут сентябрьская полная луна имеет массу альтернативных названий. Так, например, у народа Кри эта луна называлась гнойной, потому что лоси в сентябре начинают стирать бархат со своих рогов перед брачным сезоном. У Аджибы – луной падающих листьев, у Чироки – ореховой луной, у Тлинката в Саляске – луной молодых животных, у Хайда – кедровой луной. Переселенцы же из Европы долгое время называли это полнолуние фруктовым. В южном полушарии сентябрь – это начало весны, поэтому народы Южной Америки называли сентябрьское полнолуние луной пробуждения и расцвета. Кроме этого, на данном континенте ее называют еще сахарной, червячной и вороньей луной. Маори Новой Зеландии называли полные луны августа и сентября махуру, что ассоциативно можно перевести как приобретение землей тепла. У евреев сентябрьская луна наступает после праздника Йом-Кипур, дня искупления и начала еврейского лунного календарного года. В Китае полнолуние в сентябре преподает на фестиваль в середине осени – трехдневный государственный праздник с 19 по 21 сентября, когда по традиции собираются семьи. Кстати, этот фестиваль также связан с урожаем. Отметим, что в 2021 году сентябрьская полная луна ближе всего к осеннему равноденствию и наступает через два дня после прохождения Юпитера и за четыре дня до сближения с Ураном в ночном небе. Кроме этого, вечером 20 сентября еще можно будет поймать Венеру на юго-западе чуть выше горизонта. В то же время нельзя не сказать и о том, что в этом году практически вся территория бывшего Союза, да и Европы также, затянута плотными облаками. Поэтому, по всей видимости, сентябрьская полнолуния в плане наблюдения за ним пролетит мимо нас. Однако ночью 20 сентября все же поднимите глаза в ночное небо, может быть кому-то и повезет. В общем, в ожидании этого астрономического события канал Видеоньюз надеется, что наша информация была для вас полезной и интересной. Смотрите нас на видео, ставьте лайки, комментируйте увиденное и услышанное, а также подписывайтесь на наш канал и следите за его обновлениями.